МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В студии Тимофей Обухов. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8343-379-6570. Сегодня в гостях у программы беседы с батюшкой настоятель архиерейского подворья во имя апостола Андрея Первозванного поселка Дубраво Каменской епархии иеромонах Спиридон Карепин. Отец Спиридон, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Благословите наших телезрителей! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Спасибо большое, батюшка! Ну и вот тема сегодняшней беседы, мы ее так обозначили лишь только как паломничество. На самом деле, отец Спиридон у нас в первый раз в гостях у телеканала «Союз». Давайте познакомимся, расскажете о себе. Здравствуйте, дорогие телезрители! Тимофей! Ну, конечно, батюшка у вас много приглашается, и всегда, когда попадаешь на вашу передачу, беседы с батюшкой, думаешь, вот какие авторитетные батюшки как-то высказываются, и людям их приятно послушать, и просто думаешь, действительно, благодарю вас, конечно, за приглашение. Я во всем так этом вижу очень важный момент. И от себя как бы думаю так, что это есть промысел Божий. Может быть, кому-то мой религиозный опыт, мое какое-то слово именно ляжет на человеческое сердце, на душу. Поэтому я, так сказать, принял ваше предложение посетить эту студию в первый раз. Немножко о себе можно рассказать. И так как бы таким темой, что ли, элитмотивной, я бы хотел как раз обозначить промыслительные пути Божии. Как они в жизни нам помогают, как они утверждают нас в вере, надежде, уповании на Бога. И рассказать немножко о тех событиях, которые у меня произошли в жизни. Вообще, мой путь начинался со школы в православии. У нас было преподавание мировой художественной культуры, где-то начиная с шестого класса. Тогда классы делили на гуманитарные, физико-математические, с биологическим уклоном. И я попал в гуманитарный класс. И изучая мировую художественную культуру, начиная с эпохи неолита, когда говорилось о древних людях, как они свое общественное сознание транслировали через искусство, расписывая пещеры и так далее. Потом другие эпохи, и Египет, и Междуречье, и Древняя Греция, и Рим. И мы задели тему христианства. И вот мой педагог Каминская Альвина Викторовна, тогда работавшая преподавателем мировой художественной культуры в 11-й школе, она об этом рассказывала, как и обо всем остальном. Но вот из всего этого спектра культур, обычаев, мою душу как-то привлекло именно вот евангельский сюжет. Затем я стал расширять пространство свое. Были рядом со мной и православные христиане, искренне верующие, даже не столько ведомые, сколько ведущие. От них я видел и образ мысли, и образ жизни, и образ действия. И сразу, чтобы, так сказать, не вообще говорить, а просто даже акцентировать ваше внимание на повествовании, почему я об этом тоже рассказываю сейчас так подробно. Потому что видите, насколько важно действительно быть христианином, а не казаться им. Насколько это важно в плане благовествования, миссионерства. Поэтому, насколько важно преподавание мировой художественной культуры в средней школе даже, не только мировой художественной культуры, а вообще даже основ православной культуры. Для того, чтобы человек услышал хотя бы об этом, примет он это, не примет, это уже его дело. Но вот это очень важно само по себе. Батюшка, я вам... Просто телефонный звонок уже есть. Давайте примем и потом, может быть, продолжим. Давайте, давайте. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Задавайте, да? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Ну, я, во-первых, поздравляю с дебютом. У вас первый выпуск сегодня. Так что, чтобы у вас все хорошо, передачи проходили. Ну, у меня вопрос вот такой. Я звоню из Владимирской области. Вот. У меня вот такой вопрос. Ну, он несложный вопрос. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот семинаристы в Духовной Академии, да? Ну, они изучают, понятное дело, такие предметы, ну, как история религии, значит, вот. Ну, вот эти все религиозные. Ну, мне очень интересно. А точную, например, ну, науке изучают, там, высшую математику, астрономию, естествознание, теорию Дарвина. И вообще, сколько вот предметов изучают, должны знать, изучить семинаристы? Вот вопрос, я думаю, несложный. Так что, пожалуйста, ну, ответьте. Да, я думаю, что в программах сейчас это вводится. Тем более, что от священника требуется, в отличие от советского периода, когда священник ограничивался по разным причинам жизнью в храме, как в таком, как бы, локальном месте своего действия, от него требуется богослужение, исповедь, причастие и другая богослужебная такая деятельность. А сейчас от священника требуются знания другие, несколько в разных областях. Потому что в храм приходят очень разные, действительно, люди. И, как говорил апостол Павел, одним из миссионерских принципов является, так он его сформулировал, что для всех буду всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. То есть с математиком хорошо бы, если бы батюшка говорил, имея представление о том, чем занимается человек. Если человек приходит к нему, занимаясь врачебной деятельностью, очень хорошо бы, если бы батюшка как-то разбирался тоже в этом. Это один аспект. И у нас есть батюшки, которые, оканчивая высшее учебное заведение, профессиональное, потом поступают в семинарии. Мне известны батюшки, которые имеют степени даже, ученые степени, в медицине. Вот в нашей епархии есть такие. Есть батюшки с высшим образованием, есть батюшки-чемпионы, достигшие успехов в спорте. И, конечно, каждого священника Господь промыслительно, и это, опять же, соответствует теме, мною как бы заданной даже, промыслительно направляет, приводит, соединяет друг с другом своими промыслительными путями. И люди находят себе духовника, находят себе собеседника. И я думаю, что в семинарии много, и за все семинарии я сказать не могу, но я знаю, что во многих семинариях вводятся отдельные дисциплины светского содержания, которые углубленно изучают те или иные науки. Сейчас особенно вот эти четыре направления — молодёжная деятельность, социальная деятельность, катехизаторская деятельность, прихода — она требует профессиональных навыков. Так, например, социальная деятельность требует от священника, так сказать, знания, как даже вот человек, например, с пролежними, как с ним, как обучить того или иного человека, который будет заниматься этой деятельностью, как это курировать, как человек себя ведёт в пограничных состояниях. Это же тоже нужно знать, причём знать профессионально, чтобы люди могли получить профессиональную помощь. Конечно, может быть, от священника не требуется углублённо знать именно эти аспекты. От него требуется духовническое руководство теми людьми, которые этим будут заниматься. Но, например, вот такое явление в социальной деятельности, когда человек, например, ухаживает за многодетной семьёй, у которой потеряла кормильца, служба при приходе, ухаживает, и он устаёт от этой многодетной семьи, и приходит к батюшке, говорит, так у меня происходит. И батюшка может его ориентировать, отправить к бабушке, например, которая одна в одиночестве, которая нужно просто, чтобы с ней поговорили даже. Не то, что даже прибраться, а просто некоторым беседа даже нужна. И вот священник, в его задаче как бы ещё вот и это скорректировать, вот это добровольческое движение, социальную деятельность. Вот это. Поэтому я думаю, что да, во многих семинариях это сейчас вводится и должно быть обязательно, мне кажется. Батюшка, ну мы с вами остановились на том, что… Да, значит, на школе. Да, на школе. Да, на школе остановились. И вот дальше я стал углубляться. И, знаете, есть такое расхожее выражение о том, что Бог один, а путей к Нему много. Его любят употреблять многие даже из наших телезрителей. И иногда вкладывают в это немножко не тот смысл, который приносит пользу. Да, Бог действительно один. И каждого к себе приводит Он, вызывая кого из чащи, кого из болота своих страстей, кого из чащи заблуждений. И в этом смысле каждый человек совершает свой путь к Богу. В этом смысле. И вот у меня было со школьной скамьи. Через слышание Слова Божия. Затем мне потребовалась другая уже степень слышания Слова Божия. Меня привели в воскресную школу. Я думал так сначала своей крестной сестре Вике. Я говорил так. Ну зачем мне церковь? Я ей в душе верующий, чем не хватит. Мне не надо. Потом, когда я этот вопрос исследовал для себя опытным путем, прислушиваясь к авторитетным людям в этой области, я понял, что человек, который так говорит, что у меня Бог в душе, говорит, в принципе, абсурдную вещь. Потому что он как был для себя идолом, так для себя идолом и остается. Нет никакого действия. Нет другого какого-то действия. Но чтобы было совсем понятно, вот барон Мюнхгаузен, он когда начал утопать в болоте, он рассказал, что он себя вытращил за волосы. Вот человек, который так рассуждает, он уподобляется этому барону, который говорит, что у меня Бог в душе, мне, дескать, ничего не надо. Это все равно, что сказать, что у меня в душе супермаркет. И там есть все, что нужно. Но это же абсурд. В тебе не может быть в душе всего потребного и нужного. Нет внешней благодати, очищающей тебя. Нужно же помнить, что Бог — это другая Личность, очищающая тебя, освящающая тебя, дающая тебе глагол свой. Когда в Евангелии, например, ученики слышат от Господа как раз об этом же, об этом же слышат. Ты, Господи, имеешь глаголы жизни вечной, кому нам идти? Ко Господу обращаются. И я был приведен в воскресную школу, начал изучать закон Божий, литургику. У меня был, моим первым преподавателем, был владыка Махседек, ныне здравствующий, находящийся, правда, на покое, дай ему Бог доброго здоровья и крепости, и спасения души. У нас, я помню, детей было 70 человек. Там были и маленькие, и постарше детки. И мы занимались вот здесь, на Репино, в здании, сейчас это называется соборный дом, дом архиерея. На первом этаже был класс для детей. И владыка после службы приходил к нам и рассказывал нам о Божественном Писании, и все, как он ездил в Святую Землю, нам было крайне интересно. Он, конечно, кладезь неисчерпаемый, дай ему Бог здоровья. И затем у меня закончилось уже и обучение в школе, 11 классов таких гуманитарных. И затем я поступил работать на завод, такой был период в моей жизни, на завод электромедицинской аппаратуры. Получил там второй разряд слесарей-инструментальщика. И за это я тоже благодарен своим родителям. И потом я ходил постоянно на службу, все это время, начиная с момента школы, и так продолжая. Причем запал был настолько сильный, такая вот, после крещения была такая благодать дана, что я ходил каждый день. Каждый день. То есть, если я учился с первой смены, то я шел после первой смены на богослужение. Если я учился со второй смены, значит, я утром шел на богослужение, потом в школу. Благо, что школа рядом. Я живу на Гурзуцкой, у меня родительский дом здесь. Я проходил через кладбище, заходил в храм, потом шел в школу. Я просто тоже заканчивал эту школу. Да. И потом, если, допустим, была литургия в воскресный день, я шел на раннюю литургию, потому что я стоял позднюю литургию еще стоял, не хватало. Присматривался, смотрел, как делается, что. И меня пригласили в алтарь. Я начал ходить, понамарить, смотрел о том, как уже опытные люди что-то делают. Фактической какой-то базы, ученой базы у меня, конечно, не хватало, но я смотрел, как делают. Перенимал. И это тоже принесло бесценный опыт мне. Затем было духовное училище, как раз я отношусь к его первому выпуску, который был преобразован потом в семинарию. Оно, кстати, открылось здесь. Его открывал Владыка Никон. Дай ему Бог здоровья, успешной пастырской деятельности, архипастырской деятельности. И Владыка Никон тоже нас поступало на первый курс 48 человек. Окончило 8. И тоже интересный очень был период. Вот это было двухэтажное здание, тоже мы занимались сначала на первом этаже архиерейского дома. Потом на Вале Котика был открыт, нам дали здание на Уралмаше, да? Да, совершенно верно. На Уралмаше. Я всем путаю. Или Машу, Уралмаш путаю. Нам дали здание. И вот мы его начали обихаживать, скрепли там окна, отскребали от всякой грязи. И стелили полы, вставили парт и все. Потом я его закончил. И началось мое послушание при Яно-Притеченском кафедральном соборе. Затем сменились владыки. На место владыки Никона пришел архиепископ Викентий. И он был нашим настоятелем в нашем кафедральном соборе. При нем открылись, значит, продолжил, благоукрасился дальше Свято-Троицкий собор. Был возведен храм на крови, патриаршие подворья. Вот это духовно-просветительский центр. И здание телеканала «Союз». И это было такое благодатное время. При владыке Викентии я внес послушание казначея при архиерейских подворьях. И это длилось у нас, я думаю, что 11,5 лет, а владыка Гриша – 12. Ну вот так. Я ему очень благодарен. Много тоже у него посмотрел и опыта. И главный принцип – если к тебе идет какое-то послушание, послушание тебе дает, не уклоняйся и исполняй его. И все. Это делание, слушание обязательно нужно делать. И я ему очень благодарен за весь тот опыт, который он дал мне. Показывая своим личным примером, опять же, это самое главное. Я видел, как он трудится с утра до вечера, служит каждый день, принимает людей в своей резиденции, для кого не делая исключений. Все, кто хотели, могли к нему попасть. Если это было час ночи, значит час ночи. Если это два, значит два ночи. И, конечно, глядя на такого человека, невольно сам задумываешься себе, как нужно действительно подвязаться и что-то делать. Не хватает, конечно, каких-то своих мощностей. Где-то старые какие-то грехи, где-то немощи. Но долго ли, коротко ли, владыка получил новое послушание. И принял его, и пронес свое служение уже в Ташкентской епархии. Сейчас он постоянный член Священного Синода, возглавляет Среднеазиатский митрополический округ. Митрополичий округ. И дай Бог его высокопреосвященству, помощи Божией, тоже крепости сил, спасения, которые бы он обрел, исполняет послушание. Молимся за него тоже всегда. Здесь телефонный звонок, и потом продолжим. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер, я звоню из Красноярска. Меня зовут Евгения. Я хотела бы спросить, может быть, это наивно, конечно, а как узнать свой путь? Как понять, что это именно твое? Все? Да, все, спасибо большое. Божий промысел, да, наверное, о человеке. Вот как раз об этом, в принципе, я и хотел сегодня поговорить, как узнать, что это твое. Однажды отца Кирилла Павлова спросили, вот я закончил семинарию, и как мне поступать? Жениться или принять монашество? Говорят, что он ответил так, что и тот, и тот путь Божий. Богом благословленный. Если ты его избрал, просто держись его и все. Держись этого пути. Потому что, недавно поднимаясь по ступенькам своего дома, и впереди меня идет человек, а у нас лифт сломался. Я говорю, ну вот опять лифт сломался. Как бедные будут подниматься, те, которым это тяжело? Он говорит, на все воля Божья. Я говорю, нет, не на все. На грех нет воли Божьей. Поэтому, если вы, уважаемая телезрительница, что-то решили для себя, посмотрите, не противоречит ли это воле Божьей, высказанной через святых пророков, через Евангелие. И когда вы увидите, что если это не противоречит, то исполняйте, держитесь этого. И это, между прочим, вот это концептуально важно. Концептуально важно. Потому что светский человек, вообще, чем светский человек отличается от религиозного? Тем, что светский человек себя делает мерой всех вещей. Вот как, дескать, я думаю, так и правильно. А религиозный человек, он все поверяет воле Божьей. Заповедями Божьими. Так и здесь, вот в вашем вопросе, как узнать волю Божью? Вот так и узнать. Если это добро, если вы это избрали, делайте. Это будет даже служить разнообразием нашей жизни духовной. Вот так, мой ответ такой. И сразу же еще один телефон. С вашего благословения принимаем его. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Евгения из Белгородской области. Я знал, преподобный Серафим Саровский сказал, что Иерусалим для человека там, где он живет, для настоящего христианина. Но я о паломничестве хотел спросить, должно ли паломничество сочетаться, сопрягаться с каким-то трудом. Я уже не говорю о духовном, хотя бы с физическим. Потому что раньше люди, когда не было таких условий, как сейчас, комфортных, они пешком шли, сбивали ноги в крови, не доедали, терпели трудности, не могли убить по дороге. Сейчас таких условий нет. Человек в комфортных условиях приехал, это получается не паломничество, а экскурсия. Вот это мне хотел узнать у вас. Согласен. Согласен. Очень хороший вопрос. И я вообще даже с радостью на него отвечу. Да, я считаю, что пришло такое время, когда паломнические организации, которые занимаются профессионально этим, профессионально занимаются этим, должны устраивать для людей, давать такую возможность, вот, допустим, даже при посещении Святой Земли, чтобы он приехал в Святую Землю, даже вот доехал до нее. И ты должен иметь возможность пройтись по ней. Пройтись по ней. То есть, конечно, нужно здесь, много работы здесь. Здесь нужно договориться с местной властью, договориться с полицией, договориться с медицинскими работниками. Ну так это пусть и работают. А христианин должен иметь такую возможность. Помолиться, взойти на гору Фавор, как это делал Господь. Может быть, даже заночевать там где-то. Такую возможность. Конечно, это кошмар для экскурсионных бюро, потому что они отвечают за жизнь паломников, за все. Но над этим надо работать. И настало такое время. Я считаю, что это момент такой роста. Я считаю, что это должно быть. И вот, кстати, хорошо, что задали такой вопрос. Я хотел как раз бы рассказать о нашем паломничестве. В 2013 году состоялось первое в истории паломничество по историческому пути следования мощей преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны по благословению его святейшества, святейшего патриарха Московского Евсея Руси Кирилла. Московские гости, представители Первого канала российского, журналисты, аргументы и факты, насельница Марфа-Мариинской обители, прихожане одного из московских храмов в честь Елизаветы Федоровны решили совершить вот такое паломничество за свои средства. И начали они с Москвы, потом был Екатеринбург. Мне было благословлено встретить их в нашем священном начале Владыке Кириллом, митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским. И я им показал здесь наши обители, наши храмы. И это как раз было 16-го числа, вечером они прибыли. И мы как раз успели побывать и на ночной службе. И после ночной службы вернулись... В это имеется ввиду царские дни? Царские дни, да. Царские дни, июль месяц. Побывали, прошлись крестным ходом до монастыря царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. И оттуда вернулись в город, побывали в Новотихвинском монастыре, сестры которого питали заключенных и царскую семью, и Елизавету Федоровну. И они, пребывая в нашем городе, не знали даже, что они вместе пребывают. И мы, сестры этого монастыря, как раз заботились о Елизавете Федоровне и о царственных страстотерпцев. И монастырь этот продолжает эти славные традиции, имея добровольческое попечение о нуждающихся на севере нашей области. Они зажигают огонь надежды там, где он гаснет, где трудности быта превышают человеческие возможности, где нет слышания Слова Божия. Дай им Бог здоровья и успехов в этом деле. Затем мы увидели, на каком высоком уровне здесь, в Новотихвинском монастыре, идёт и художественное дело, и шитьё, и прочее. И вообще сама жизнь обители. Храм замечательный Александра Невского. Посетили Патриаршее подворье. Затем посетили ещё и Алапаевский монастырь в нашей епархии. Тоже совершили паломничество пешком. Тоже много передумали, много что увидели наши паломники. Вот, кстати, вот, пожалуйста, видите, какое паломничество получается. И затем, после шахты, мы отправились далее по пути следования, ведь Белая Армия отступала в те годы. И за собой они влекли мощи святой преподобно-мученицы Елизаветы Фёдоровны, инокине Варвары и великих князей. До Читы, из Читы в Харбин или в Шанхай. И Пекин был там. И наше следование был перелёт из Екатеринбурга в Шанхай. Там мы служили божественную литургию. Но возглавил её преосвященнейший Сергий, епископ Каменский-Алопаевский. Но сейчас он барнаульский и алтайский. Дай Бог здоровью, владыке, помощи Божьей во всех его архипастерских трудах. Замечательный владыка тоже. Много интересного, много такого, что ещё мой опыт религиозной жизни ещё далёк от него. Я тоже много увидел и посмотрел. Многому он научил меня тоже, может быть, сам того не зная, смотреть трезво на какие-то вещи. Я ему земнокланяюсь, благодарен ему тоже за это. И в Шанхае мы отслужили, вернее, в Шанхае, в Пекине, на территории русской духовной миссии. Мы отслужили божественную литургию. И затем проследовали в Иерусалим. В Иерусалим. Такой вот был перелёт, 11-часовой перелёт. И я так смотрел на все эти пагоды, на все эти китайские дворцы, на всю эту жизнь заморскую. И она как иллюстрация к непостижимым путям промысла Божия. И прежде чем рассказать, как мы достигли Иерусалима, я сделаю небольшое отступление. Сейчас пока прошу никого не звонить, потому что не прерывать. Это интересная связка такая. Незадолго до своего вот этого паломничества, в феврале месяце, даже ещё не подозревая, что вообще я поеду в это паломничество, я был на архивоведческих курсах, которые были устроены чтением владыки Илариона. Владыки Илариона Алфеева в Москве. С целью восстановить церковное архивоведение. И мы прослушали более 72-х часов лекций, побывали и в Доме правительства, посмотрели, как там ведутся архивы, и в Доме Пашкова, и в библиотеке имени Ленина, смотрели, как там устроены архивы, как ведётся архивное дело. Побывали в Троицей-Сергиево-Лавре, в Академии, как там ведётся архив. И вот наряду с этими экскурсиями, лекциями, мы побывали в Новоспасском монастыре. В Новоспасске монастырь, там находится храм, где пребывает икона Всецарица. И там же, внизу, под храмом, находится усыпальница князей Романовых. Князей Романовых. И туда были перенесены останки Сергея Александровича. Сергея Александровича, супруга Елизаветы Фёдоровны. Ну, я поклонился его останкам, там такая мраморная плита на надгробии, портрет его стоит, лампадка горит. И я у монахини попросил цветочек сорвать. Думаю, вот буду в Алапаевске, передам его супруге. От него, как бы, такой привет, поклон. И такое, как бы, молитвенное, такое касание души, чтобы было. И помышляя о Алапаевске, который в царские дни, я, конечно, буду там. Всё, приехал в Каменск, сидим, работаем. Звонок. Ваше Преосвященство, Клодоке Сергию. Значит, вот его святейшество благоставляет вам такую полную. Ну, возьмите с собой ещё кого-то. Может, чемодан и таскать, ещё что-то. Вот. Он меня спрашивает, ну, у тебя за грампаспорт есть? Я говорю, да. Ну, всё. Ну, и так, в общем, решилось. Затем решением Священного Синода его переводят на Барнаульскую кафедру. Но всё равно принято было решение, что я, владыка Кирилл, принимает решение. Я ему весьма благодарен. Дай ему Бог здоровья, помощи Божьей во всех. Их вы тоже архипастерских делах, трудах. Почему я всё время так останавливаюсь на владыках особо? Потому что архиерей есть образ Христа в поместной церкви, по выражению Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова. И вот для нас архиерей — это лик Христов, его промыслительное смотрение о нас. Архиерей могут быть разные. Но они всегда такие, какие нам сейчас нужны. И вот так устроилось, что я попал не просто в Святую Землю, а в храм Марии Магдалины на Лионской горе, где покоятся мощи Елизаветы Фёдоровны. И вот этот поп, который, помышляя Балапаевски, решил сорвать цветочек и передать, был, видимо, услышан. И Елизавета Фёдоровна возжелала, чтобы я был у мощей. И мы там отслужили молебен. И после молебна я как раз всем рассказал, нашим паломникам, это потрясающе совершенно. Это, кстати, вот о промыслительных путях Божиих. И о том, как всё это действительно совершается и как. И ещё один случай такой есть. Это я рассказывал нашему совопроснику о том, как сочетается промысел и воля Божия. Однажды мы с моим другом пошли на лыжах. Это был февраль месяц. Пошли на лыжах, взяли чай в термосе, растягай с рыбой. Ну, мне мясо нельзя, я монах. И с рыбой взяли. Пошли. И вышли мы ближе уже к вечеру. Но шли так, что никого... Мы же сами тарили лыжню. Сами тарили лыжню. Пошли на белый камень посмотреть там. И дошли уже почти. Хвать по карманам. Надо костёр разводить. Ни спичек не взяли. Ничего. Стоим таки, думаем, ну, в принципе, можно перетоптаться. Недалеко ушли-то. Ну, может, так посмотрели. И пошли как бы обратно. Смотрим, идёт лыжник. Никого бы не было до нас. Идёт лыжник. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Замечательно. А вы куда? Вот иду на белый камень закат фотографировать. Ой, как хорошо, замечательно. А у вас спички есть? Он говорит, да, есть и спички, и зажигалка. Поэтому зажигалку я вам дам. Всё, мы развели костёр. Он ушёл за свой аси. Разогрели, поговорили. И пошли обратно. И ни одного человека нам больше дальше не встретилось. Мораль. Мораль. Если Господь даже в таких пустяках нас слушает, то не будем отчаиваться и роптать, когда мы просим, и долбим, и не получаем. Понимаете? Поэтому Господь, Он лучше нас знает, что нам надо. Если мы что-то не получаем, значит, такая воля Божия. Надо смиряться. И вот такое паломничество, которое совершилось, оно тоже очень интересно. И когда ты расскажешь, что действительно Господь постоянно с тобой, постоянно промышляет о тебе, здесь укрепляется, во-первых, вера твоя. Укрепляется. Укрепляется твоё живое ощущение. И даже когда приходят какие-то искушения, ты легче воспринимаешь их. Я нарочно не говорю бесчисленных примеров из Священного Писания, а перечисляя те, которые непосредственно связаны. Не зря же, допустим, именно вот я сейчас пришёл. Может быть, кому-то, кто-то вспомнит из своей жизни такое. Просто, дорогие, не будем такими безбожниками, а будем внимательно смотреть за своей жизнью. Потому что мы иногда просим, Господь нам даёт, а мы делаем вид, потому что мы о себе высоко думаем, и кажем, что это не для нас. Или мы что-то такое о себе думаем, желаем чего-то лучшего. Принцессу с замком и приданым. Или если это принц, принцесса желает на белом коне кого-то. Поэтому вот такие дела. Но это если отвечать на вопрос о паломничестве. Да, я считаю, что... Когда мы, кстати, были на Святой Земле, мы побывали на горе Фавор, Матушке Горнинского монастыря, Матушка Мариам с нами была. Она нас везде провела, всё показала. Мы поели петровые рыбки, которые именно галилейские рыбаки ловили, которые водятся именно там, в Галилейском море. Они нас радушно приняли в Источники. На Иордане мы побывали, на горе Фавор побывали. И вот мне, как человеку, который ещё с семинарсками был на Святой Земле, тоже очень промыслительно это случилось, но сейчас не буду уже об этом говорить, мне уже не хватало. То есть, когда мы ехали на автобусе, тебя привезли, трам-трам-там-там, дальше тайминг поджимает, время, всё. И как бы действительно, вот я очень согласен с нашим телезрителем, что не хватает времени. Не хватает. Собраться, прочувствовать даже какие-то вещи. Хотя вот первое паломничество, когда вообще человек первый раз едет на Святую Землю, я вспоминаю свои ощущения. Это был, по-моему, 95-й или 96-й год, что-то вот такое, я точно не помню, не могу сказать. Мы приехали в Тель-Авив, поехали, там как раз пожар был. Пожар был в Святой Земле. И звонок, да? Поступил. Да, есть звонок. Да. И я зашёл, думаю, господи, как тут люди живут, как всё не устроено, какая-то пустыня голимая. Но через неделю, мы были на успение Божьей Матери, через неделю, я думаю, уезжать отсюда неохота. Да у нас крестилось пол, 200 человек нас ездило, половина приняли Святое Крещение. Настолько потрясающее впечатление оказывает Святая Земля. Мы почти каждый раз слушали службу на гробе Господнем. Причащались люди вот в это паломничество. Многие увидели на самом деле действительно и Святую Землю, и людей увидели, что не только вот бабки российские веруют, а есть и люди, и учёные ездят, и люди разных национальностей. И наш советский человек видит, что оказывается, да, на самом деле есть, и люди веруют. Понимаете? То есть расширяется опыт, видение, знание. Это очень хорошо. Сейчас передо мной принимаем телефон. Да. Наш телезритель ожидал всё это время, пока вы рассказывали. Поэтому здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, дорогой телеканал Союз. Батюшка. Добрый вечер. И пищи, Тимасий. Хотел вас поздравить ещё раз с днём рождения. Посылала вам открыточку с днём рождения. Я подчисляла сотрудников и всех ведущих. Но Тимасея я буду перечислить. Так что простите меня, Тимасей. Но вы нас всегда очень рады. И всегда, когда ведёте прямой эфир. Мы с вами общались в викторине. Спасибо вам огромное. Просто здесь телеканала Союз трудно себе представить свою жизнь, потому что раньше я много смотрела ваше время эфирного, а теперь я работаю многое. И когда ты ходишь вечером, и вы показываете нам память, цветы, и вообще, что сразу включаешься в духовную жизнь и начинаешь молиться святым, которые в день памяти. Так что без вас просто жизнь духовная наша ну просто ничто. Ну не вся, если телеканала Союз прожить. Ну и, хоть вопрос у меня такого почему-то не зазрело, но я мечтала, конечно, много о паломничестве. И вот ещё то, что паломничество раньше было, ходили в Шмелёв, отлично ходили в Сергея Радонежскому. И сейчас, конечно, ну всё равно любое паломничество – это труд. Даже ехать на автобусе, инженер, вот из Марковской области в Оптину в Устань, и там, ну, провести, посетить много мест, остоять службы, утренние, вечерние, вычитать правила, ну как бы всё равно это большой труд. Но я хочу сказать, что у меня, конечно, мечта – побывать в Екатеринбурге, посетите Снеганину яму. Очень хорошо, что вы рекламируете, что гостиница есть. Но ещё, я думаю, если мне господин подробит меня посетить для многих этих мест, и как есть Екатеринбург, цвета и семья, то всё равно душой, когда уже она отойдёт от тела, то я могу побывать в этих средних местах. Не правда ли, батюшка? Скажите, пожалуйста, возможно ли такая надежда, что моя душа может быть идти в этих местах в смысле от жизни от тела? Спасибо большое за звонок. Спасибо за звонок, за такие тёплые чувства. Вообще, когда люди общаются друг с другом, они делают очень доброе дело, на самом деле. у Иоанна Златоуста на толкование на посланиях к Коринфянам на конец 12 главы, где он рассуждает о том, что в церкви одних Господь поставил пророками, других поставил апостолами, третьих поставил учителями, перечисляет. И дальше он рассуждает на эту тему, но к нам относится какое, хотелось бы увидеть мысль, которую он там высказывает. Он говорит так, что Господь не без причины не всем всё дарует. А какова причина? Чтобы мы имели нужду друг в друге. Потому что главная проблема современного мира это одиночество. и на одиночество люди себя часто обрекают своими страстями. Кто-то, например, не может простить кому-то что-то, напыжится, надуется, в углу сидит и в общем насердитых воду возит, грубо говоря. Кто-то остался один вследствие того, что кто-то умер у него. И когда вот вы сейчас говорили Тимофею тёплые слова, я думаю, что ему было приятно. Потому что когда другой человек с теплом относится, не просто задать вопрос в прямом эфире покрасоваться там или что-то, а именно вот ведущему задать и поздравить, это очень даже мне было очень даже приятно. За вас радостно и за Тимофея приятно. И потому узнают, что мы ученицы Господней, что мы имеем любовь друг к другу и ценим друг друга. Что же касается вашего вопроса, то душа пребывает, как известно, по преданию церковному три дня на земле и по преданию опять же известно, что она посещает те места, которые были приятны. ответ краткий. Спасибо большое, батюшка. Надо сказать, что звонков очень много. Очень много. У нас осталось 10 минут. Вот еще один телефонный звонок, давайте его принимайте. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый. Это Ростов-на-Дону. У меня два вопроса к батюшке. Значит, первый вопрос такой, где можно посетить с детьми святые места, вот желательно бы, потому что у нас в нашем приходе совершается ежегодно паломничество, а вот именно где с детьми желательно посетить святые места. Первый вопрос. И второй вопрос. Я однажды была в паломничество и мы обычно совершаем паломничество с нашего прихода по кресту по России несколько тысяч километров. Испытание для тела, но праздник для души. И на Валдае, когда я побыла, вот мы заехали туда, я не могла вообще оторваться от иконы. И потом, через три года я приехала туда. А там оказалось всего пять монахов, остальное все трудники. Из этих пяти монахов один из наших краев. Он мне дал поручение посетить его родные места, отвезти туда весточку. Я это сделала. А вот ему написать письмо, что там происходит в этот момент и как, я не могу. Я пишу письмо и откладываю, пишу и откладываю. А потом я по православному каналу слушала передачу «Прямой эфир» с батюшкой. И он и говорит, как вы только додумываетесь ехать в мужские монастыри. Вы же нарушаете покой монахов. И вот я теперь думаю, это меня лукавый не дает отправить эти письма? Или же просто Господь так управляет, что не нужно нарушать его покой? Ну, здесь прокомментировать как-то это мнение. Может быть, мы с первого начнем и потом... Да. Ну, а что говорить с детьми? Посетить, конечно, во-первых, храм на крови, храм святых царственных, монастырь святых царственных страстотерпцев. Почему? Потому что эта семья пострадала там. И вы много услышите о царственных венционосных, об этой венционосной семье, об этих мучениках и о их жизни до этого мучения. Как они сделали способную принять такие мучения? Как дочь императора дай Господи в годину таких лет, она там называет, сейчас немножко волнуюсь, от того, что не могу точно вспомнить, пошли нам, Господи, терпение молиться кротко за врагов. Вот такая мысль у ребенка, понимаете, у девушки. Среди предательства, среди обмана, трусости, кругом измена, трусости и обман, говорил император. И вот его семья была с ним. Этому ли не учиться у святых царственных страстотерпцев? И когда вы посещаете храм на крови, у нас проводятся экскурсии именно на патриаршем подворье, где рассказывается подробно о доме Романовых и о императоре, государе Николае II и о детях. И потом вот этот скорбный путь и там замечательная паломническая база и гостиница есть, и с детками можно их разместить, если вы это имеете в виду. Теперь относительно тревожить покой монахов. Да, человек немощен. и для кого-то для кого-то соблазном является вино. А допустим, к женскому полу эта страсть в нем спит. Для кого-то наоборот страсть блуда сильная и он не может выносить вида женщины. Вида женщины у него восстает все внутри. Здесь, я думаю, что забота ягумна, благочинного монастыря с тем, чтобы смотреть, какой монах крепится, какой может работать с паломниками, а какому лучше воздержаться и ставить соответственно. Как вот если вы, допустим, какую-то фирму организовываете, то хороший руководитель не сам все делает, а перепоручает разные вещи разным людям. Кто-то в фирме доводчик, кто-то генератор идей, кто-то сидит на телефоне балаболка какая-нибудь и общается с людьми, кто-то бухгалтер и люди должны соответствовать своим характером этому направлению. Также, я думаю, в монастыре нужно соображать кого, куда поставить. Но в монастыре туда же люди приходят молиться, поэтому без комментариев. Я, так сказать, батюшку не буду как-то комментировать ему. Вот он так сказал. С письмом как поступить? С письмом напишите. А что такого? Если вы в общении с этим монахом или иером монахом, я не удержал в памяти, вы почувствовали, что для него это какой-то соблазн, лучше, конечно, не тревожить. Здесь вы должны просто подумать, вот исходя из причины, свет яркий, исходя из причины, как не растревожите ли вы, не повредите ли вы спасение, не послужите ли вы соблазну, толчком к соблазну этому человеку, вот так, с вашей стороны, с вашей стороны должна быть такая предупредительность христианская, любовь такая проявиться должна тоже к этому подвязающемуся человеку. Вот такой мой ответ. Батюшка, ну спасибо вам большое за ответы. У нас буквально осталось чуть больше пяти минут, даже мне вот подсказывают 5 минут. Один из вопросов, которые успели нам поступить, звучал примерно так, а можно ли подойти к батюшке и попросить его стать духовником? Вообще, вот просто мало знакомым батюшке подойти и сказать, батюшка, я хочу, чтобы вы были моим духовником. все нам позволено, но не все полезно. Можно подойти, пообщаться с батюшкой. Вообще, считаю, что вслед за другими отцами нашей церкви, считаю, что священник на исповеди должен исповедовать. То есть, вот приходит человек и согрешил в том, в том и в том. Памятуя, что он исповедуется о самом Богу. И на исповеди требуется признание своих грехов. Как говорит Иоанн Златоуст, что это высшая форма благодарения, потому что мы только не наказаны за наши грехи, потому что Господь их долго терпит. Покаяться в этом, и Господь, видя наше покаяние, прощает нам наши согрешения, как говорил Эфиром Сирин, но исправление души требует долгого времени. И вот на то, как исправить свою душу, нужно уже отдельно с батюшкой общаться, должно быть в небогослужебное время, два часа, три, если надо, шесть часов, но батюшка должен разделить это время, должен уделять это время для беседы. В течение года наблюдать за человеком, вместе с ним, просто разговаривать, просто смотреть за жизнью. И для вас двоих станет очевидно все ваши какие-то, то, что вы себе врёте, например, или не врёте, все проблемы вашего быта, они просто всплывут. и вот тогда уже надо иметь попечение именно о них. Что же касается о духовнике, ну, это вопрос очень серьезный, на целую передачу, на самом деле. Поэтому, конечно, здесь нужно смотреть, как батюшка к вам относится, как вы сами. Ну, это вопрос такой, сложный, требующий большого комментария. Поэтому надо и нужно задавать такие вопросы. В конце концов, батюшки же на той существуют, чтобы в греческой церкви, да и в нашей, раньше особым опытным людям давалось, и, кстати, Владыка Сергий вот как раз тоже особо обратил моё внимание на это в своё время, что в древние времена особые талантливые духовные люди, наблюдающие свою духовную жизнь, им поручалось вести духовническую деятельность. Не всем подряд. У нашей российской церкви каждый батюшка, даже я молодой, 38-летний почти, и я всё равно принимаю исповедь, но я не даю советов на исповеди. Я предлагаю помысел, который вычитал у святых отцов, который подтверждает практикой моей жизни религиозной. И человек в качестве ассортимента при решении предлагаю этот помысел. И человек уже его может принять или использовать в своей жизни так, как он сочтёт это как бы нужным. Но моя задача принять исповедь человека, его покаяние. А покаяние может начаться дома. Человек, глядя в потолок, как говорили Моя Крёстная, может провести, так окинуть свою жизнь своим взглядом. и сопоставить её с источником света, правды, которым является Бог, и понять, Господи, как же далеко я зашёл. Вся моя жизнь неправда, вся моя жизнь ерунда, мура какая-то, комедия. Облиться слезами, увидеть скорбь и тесноту всякой души, творящей злое, и принести это на исповедь. И у аналоя закончится это покаяние признанием этих грехов и исповедью этих грехов. И так, прежде страшного суда, всё, что было тайно, сделается явным. И если человек возненавидел свой грех, обрыдал его, то такой человек, конечно, уже будет стараться к нему не возвращаться. Понимаете, в нашей душе есть страсти, все имеют страсти, но можно не жить по ним. когда-то они, как пришла водорофей, они приходят в бытие через греховные дела. И вот наша задача увидеть, что питает нас, наши вот ежедневные грехи, раздражение, а её питает страсть гордости. Понимаете, почему мы раздражаемся? Вот, кстати, вот предложу нашим телезрителям как раз вот такое размышление. Именно гордость питает раздражение на кого-то. Потому что мы, христиане, памятуем, что каждый ученик в классе за себя даёт ответ Богу. За себя. Никто не скажет учителю, а вот Петров тоже не выучил. Или Иванов. Но ты сам будешь за себя за свой невыученный урок давать ответ. Как говорил владыка Сергий, каждый барашек будет повешен за свою ножку. Понимаете? Поэтому ты раздражаешься на другого человека. Он совершает свой путь. Как в Евангелии говорится, своему господину стоит, своему господину падает. Тебе это какое дело? Если так тебя он задевает, ты приди, попей с ним чайку, что-то такое, поговори с ним, приди и обличи его один на один. Скажи пьяница, говорит Ава Дорофей, что он пьёт, но не говори, что он пьяница. Когда ты говоришь, что он пьяница, ты ковыряешь его рани. А когда ты пришёл и сказал ему, что так, брат, ну нельзя, помоги, как-то что-то объясни, это и есть обличить. Сказать человеку. И он уже будет видеть, что ага, действительно, соблазн какой-то. Вот. А когда мы раздражаемся на кого-то, это единственное показать, что я кто, а ты никто. Я тебе покажу, как ещё себя вести надо. Понимаете? Вот такое. Поэтому, или вот, например, в больницу, я тоже на исповеди людям говорю, в больнице, когда мы сидим, это не только я говорю, а и профессора говорят, и наши духоносные отцы говорят. Я пополняю их сон. Когда мы сидим в очереди в поликлинику, от кого-то пахнет, кто-то сидит, стонет, но нам в голову не приходит их осуждать. Вот телесные немощи, они такие же, как и духовные немощи. Поэтому, чего раздражаться-то? Это немощь человека, надо терпеть её. Отец Передон, у нас время уже вышло, мы даже перебрали уже несколько минут. Перебрали? Да. Хороший флот. Я хочу у вас спросить, вам понравилось? Понравилось? Сложно в прямом эфире отвечать на самые разные вопросы. Ведь нам говорили, что вот один из отцов говорил, что это очень сложно садиться и ожидать самого разного вопроса. Ну, вот, когда, я вот, например, в Каменске бывает так, что я езжу на автобусе, и там тоже, это не прямой эфир, но неожиданных вопросов хватает. Кто-то, например, начинает транслировать какое-то раздражение, свои какие-то предрассудки о священниках. Кто-то, наоборот, начинает хвалить, говорить. И самые неожиданные вопросы. Поэтому, когда, как бы, говорят, что сложно отвечать или что-то, ну, это же прямой эфир. Если ты тщеславный человек, то тебе боязно уронить свое достоинство, боязно показаться в эфире как-то плохо или что-то. А если ты работаешь, если это твой пастырский долг, то поздно метаться. Мы на корабле. Ну, что же, на этих словах, батюшка, я думаю, что попрошу вас благословить наших телезрителей. Божье благословение да пребывается всеми вами, дорогие мои. Спасибо вам большое за беседу. Уважаемые телезрители, сегодня в передаче беседы батюшка принимал участие настоятель архиерейского подворья во имя апостола Андрея Первозванного поселка Дубрава Каменской епархии и романах Спиридон Карепин. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok